На приятной ноте Андрей Турбецкой подвел итоги конкурса «Журналист года Сургутского района». Сразу три награды получили мои коллеги, журналисты «Сургут-24». О том, с чем приходится сталкиваться корреспондентам в погоне за материалами и какие из них стали лучшими в 2020-м, расскажет Татьяна Расторгуева. Традицию главы Сургутского района еженедельно посещать населенные пункты муниципалитета знают многие. В рабочих поездках руководитель никогда не остается в одиночестве. Его сопровождают те, кто покажет и расскажет о главных событиях и принятых решениях – журналисты, операторы и фотографы. В завершении 2020-го тех, чьи материалы стали лучшими, наградили на конкурсе «Журналист года Сургутского района». Уже давно избитый факт, что СМИ – это четвертая власть. Тем не менее, современные реалии ставят новые вызовы и перед нами, и перед вами. И скорость распространения окрасно увеличивается, появляются новые каналы, способы ее распространения. Сложно и нам, и вам. Поэтому давайте идти вместе, решать эти вопросы вместе. Сложно бывало не только из-за пандемии и перехода многих привычных вещей в другой формат. Площадь Сургутского района равняется территории Кубы или Исландии. Охватить все события непросто. Добираться до населенных пунктов порой приходится по бездорожью, воде и по воздуху. Съемки проходят в дождь и мороз. Со сложностями журналисты нашей телерадиокомпании справляются, потому за свою работу получили заслуженные награды. Высшую из них – гран-при главы Сургутского района – вручили главному редактору «Сургут-24» Дарье Давыдовой. В этом году «Сургут-24» запустили специальный продукт, посвященный Сургутскому району. Это программа «Говорит район», потому что события, которые происходят в муниципалитете, заслуживают того, чтобы отображаться в отдельном информационном продукте. Их так много. Сургутский район удивляет нас еженедельно. Поэтому мы будем и дальше работать над тем, чтобы о достижениях, результатах Сургутского района знала вся Югра. Лучшим в номинации «Инвестиции и экономика» стал сюжет выпускающего редактора «Сургут-24» Дмитрия Круковца. Материал посвящен работе индустриального парка, который открылся в поселке Солнечном. В номинации «Общество» победителем стала Валерия Кудрявцева. В апреле в нашу редакцию обратилась пенсионерка из Барсова Екатерина Моисеева. Супруг женщины-инвалид, который не может ходить. Каждой весной дом Моисеевых топило. Проигнорировать просьбу о помощи журналист не смогла. И, как признается Валерия, в тот момент о возможной награде за свою работу даже не думала. Журналистика порой действительно может решать какие-то проблемы людей. И в этот раз нам это удалось. Буквально в этот же день глава Барсова позаботился о том, чтобы воду выкачали и подсыпали им подход. И их проблема решилась. Она действительно решилась. Это очень здорово. И для меня лично это какая-то такая небольшая победа. Даже просто сам материал вне награды. За каждым дипломом и наградой любого журналиста всегда стоит не только труд, но и история. О человеческой проблеме, достижении, горе или радости. Наша профессия прежде всего для людей и о людях. А подобное признание только вдохновляет на новые сюжеты, фотографии, материалы и программы. Татьяна Расторгуева, Валерия Кудрявцева, Денис Зонов, Сергей Коликов. Сургут. Интерновости. Продолжение следует.